Не успела Анжелика Агурбаш в очередной раз влюбиться, как Николай Басков её уже поженил. Анжелика достойного лучшего мужчины на свете. Кого, кого, кого? Он рядом, я знаю. Всё, я самодан на твоей свадьбе. Говорю, Коля, какая свадьба, какой самодан. Я говорю, слушай, ты что хочешь сказать, что такая роскошная женщина может долго оставаться одна? Басков как в воду глядел. Вот уже Анжелика примеряет свадебное платье. Это же прекрасно, когда можно несколько раз выйти замуж. Это же великое счастье. Авторское платье оказывается как роза. Красивое и с острыми шипами. Портные не успели вынуть все булавки. Это к счастью. К счастью, когда? У нас у дизайнеров так и говорят. Это к свадьбе, наверное. Невеста укололась. Этого счастья Анжелика ждала целый год. И, как выяснилось, не напрасно. Врать не буду, честно признаюсь. Последний год тяжелый очень моего брака. Я уже ходила и просила небеса. Говорю, Господи, ну пошли ты мне мужчины настоящие. Пошли мне этого принца, который прискачет на белом коне и спасет меня. От злого каще бессмертного. Недавно в прессе сообщили имя избранника Анжелики. Это бизнесмен Анатолий Побияхов. Злые языки тут же сделали вывод. А Гурбаш меняет олигархов, как перчатки. Это же смешно. Какие олигархи? Какие олигархи? У меня первый муж, я вышла замуж за бедного актера. Папа Никиты, бедный несчастный спортсмен-тренер. Где олигархи? А Гурбаш обычно промышленник, ссори. Ему до олигарха, как у меня до семейной звезды. Насколько все серьезно у Анжелики и Анатолия? Может, все это не более чем пиар-ход? Но оказалось, с Анатолием они уже живут одной семьей. Он очень добрый. Очень. Но не добрее, чем мама. Мама добрее. Мама всегда должна быть самая лучшая. Отпустишь маму замуж? Ух ты! Да. Вы что? Да, потому что брачка хочу. Такой муж.